Великую Германию Великую Германию Великую Германию Балканы. Пороховой погреб Европы. Периоды стабильности в этом регионе недолгие, а войны бесконечные и жестокие. Здесь столкнулись и жизненные интересы множества национальностей, так и не объединившихся в нацию, и политические амбиции, так и не нашедшие компромисса, и три религии человечества, так и не примирившиеся с сосуществованием. Нельзя же забывать, что это на три четверти страна горная, лежит в горах. В горах очень специфический менталитет, там хорошо помнят всех своих предков. И очень хорошо помнят, кто, когда и кому условия плюнула в борщ. То есть, если там где-то есть в шестом поколении кровник, то он будет и сейчас кровник. Несмотря на разногласия, все славяне, обитающие на этих землях, западные католики, восточные, православные, южане, как христиане, так и мусульмане, и даже славяне, никогда не бывавшие на Балканах, все считают эту землю особенной. Во второй половине 20 века Балканы попытались жить одной большой и дружной семьей. Но эксперимент «Страна Югославия», которую сумел создать и связать своим политическим гением Иосиф Брустита, не выдержал испытаний временем и демократии. Республиканские элиты, жаждущие власти, растащили федерацию на кусочки. Тащили все сразу и в разные стороны, как по команде. Для западного мира на Балканах нужен был какой-то форпост. То есть таким форпостом стала Турция, но она не всегда следовала в русле желательным для европейцев. А тут появилась возможность, пускай по кускам, но получить влияние на территории бывшей Югославии, то есть не такой маленькой территории. Об этом старались молчать. Только Слободан Милошевич с трибуны Гаагского суда потребовал. Югославия не распалась. Это государство разрушилось планомерно, насильственно и путем войны, которая все еще ведется и в ходе которой были совершены военные преступления. Примечательно, что трансляцию заседаний из зала суда прекратили сразу же после первых выступлений Милошевича. Югославский кризис 90-х можно назвать новым этапом не только геополитического передела Европы, но и пересмотра международных отношений, международного права. Югославия – центральное государство Балканского полуострова. Она находилась на геостратегическом пути к Средиземноморью и Малой Азии. Но главное, она была независима. Существовали и внутренние предпосылки к разделению федерации, но они не переросли бы в чудовищные войны, если бы не вмешательство доброжелателей со стороны. Участие американцев в событиях на Балканах заключается в стремлении установить господство в тех зонах влияния, которые раньше принадлежали Советскому Союзу. В январе 1990 года состоялся последний съезд Союза коммунистов Югославии. Он завершился расколом по национальному признаку. В республиках на референдумах к власти пришли националистические партии. 25 июня 1991 года парламенты Словении и Хорватии первыми объявили о провозглашении государственного суверенитета и независимости. Силы обороны Словении – 36 тысяч нелегально вооруженных бойцов при помощи местной полиции блокировали подразделения Югославской народной армии прямо в гарнизонах. Весной и еще до начала самого развала я услышал от славянского коллеги, что на территории Австрии уже построены специальные лагеря для того, чтобы в случае конфликта там могли пребывать, так сказать, страждущие Словенцы и Хорватии. Европейский Союз тут же потребовал от легитимной армии Югославии оставаться в казармах и не оказывать сопротивления сепаратистам. 20 июля начался вывод войск Югославской народной армии из Словении. Тогда же произошел первый случай массового дезертирства на национальной почве. Югославские ВВС покинули 200 славянцев. Югославская армия как зеркало отражала проблемы Югославии и усиление национальных или националистических тенденций отразилось на, в первую очередь, наверное, на офицерах, которые имели больший допуск к разнообразной информации. И в итоге получается, что единая армия раскололась по национальному признаку. 7 июля 1991 года при посредничестве ЕС под жестким давлением Германии Словения вышла из федерации. В декабре этого же года, вопреки акту Хельсинского совещания о нерушимости европейских границ, Германия официально признала независимость Словении и Хорватии. Слишком поспешное признание со стороны той же Германии суверенитета Словении, суверенитета Хорватии, как только начались эти события, оно является не случайным. То есть внешний фактор явился просто не то чтобы катализатором, скорее просто последним таким дестабилизирующим фактором, который хрупкое равновесие, которое существовавшее в Югославии, нарушило. Относительно спокойно вышла из состава Югославии и самая бедная республика — Македония. 8 сентября 1991 года в Македонии был проведен референдум. 74% населения проголосовали за независимость. И в 1992 году Македония отделилась от Югославии. И все же в 1993 году голубые каски ООНовских миротворцев нашли повод поприсутствовать в Македонии для наблюдения за ситуацией на югославской границе и регионом Косово. Формально Македония независима. Но и по сей день массовая безработица, низкий уровень доходов населения и присутствие огромного количества криминализированных косовских беженцев не дают правительству страны поднять национальную экономику хотя бы до уровня конца 80-х. Сербское население жило здесь на своих исконных территориях. Хорват по национальности. Иосиф Брустита нарезал эти земли Хорватии и задекларировал братство югославских народов. Бруститу как коммунист, то есть интернационалист прежде всего, но и Хорват по своим позициям и убеждениям, он не позволял именно сербам стать более значимым, чем он считал позволительно, фактором в политике. Начиная с 80-х в Хорватии уже действовали так называемые «организации народной защиты». По сути, первые со времен Гитлера нацистские вооруженные формирования. Из Чулана истории вернули призрак устарского независимого государства Хорватия. Во время Второй мировой бригады устаршей в составе вермахта отличались особой жестокостью по отношению к мирному населению. А на родине нацистское руководство развернуло чудовищный геноцид, жертвами которого стало полтора миллиона сербов. Вождем и идеологом хорватского национального движения 90-х годов стал Франьо Туджман. Он сделал все, чтобы восславить устарший и провозгласить Хорватию только для хорватов. Были уничтожены памятники геноцида, а над Загребом поднят флаг времен Второй мировой. Туджман делал свое дело, Туджман должен уходить. Он, по сути, поскольку с его именем напрямую связываются этнические чистки, которые, в общем-то, выставляли хорватов в свете не лучшим, не худшим, даже, может быть, нет, даже худшим чем-то где-то, чем серба. Тем более, что с желанием Хорватии быть в Евросоюзе, соответствовать евростандартам, значит, права человека, ценность человеческой жизни. Туджман – это был деятель, мягко говоря, совсем другой эпохи, другого склада. Естественно, что сейчас о нем пытаются забыть. Живущие на территории Хорватии сербы не стали дожидаться повторения событий Второй мировой. И 19 декабря 1991 года провозгласили свою республику – сербскую краину. На проведенном референдуме ее население проголосовало за выход из состава Хорватии и присоединение к республике сербской. В такой гражданской войне с этническим уклоном могло быть только полное изгнание, в первую очередь, если к Югославскому конфликту, то сербов из территории, которые они когда-то считали своими, и которые могут в будущем, допустим, в Хорватии, да, сербская краина, в будущем могли бы спровоцировать еще один конфликт или еще один конфликт. Поэтому решение вопросов вот на этом этапе ставилось следующим путем – уничтожение, изгнание сербского населения со всей территории. Естественно, на такую политику сербы отвечали аналогичной политикой. С августа 1991-го в сербской краине начались боевые действия между армией Югославии и Хорватией. Преимущество военной операции было на стороне Югославской народной армии. Оставалось пройти 19 километров до внешней границы Хорватии и буквально разрезать республику надвое. И хотя силы были на исходе, в Югославской народной армии надеялись на победу. С экранов телевизоров и во всех изданиях заинтересованные политики дружно обвинили Милошевича в разжигании межнациональной вражды и сепаратизме. В результате тот не выдержал давления и подписал соглашение о выводе войск и размещении сил ООО. Соглашение предусматривало разоружение краинских сербов, что делало их беззащитными перед Хорватами. К маю 1992-го года контингент миротворцев достиг 14 тысяч. Крайна объявила о независимости, но не Хорватия. И никто иной ее не признали. Хорваты это свои, а сербы это враги. Для западного мира сербы это враги, как и русские, кстати. Это враги, это изначально, это приорно, это на подкорке. То есть бомбили Югослави совершенно спокойно, зная, что убивают сербов. А то, что хорваты резали сербов, ну, шалости. Это, так сказать, мелочи, освобождающиеся, освобождающие рождение любого независимости государства. Кровь сербов – это не кровь, это вода. Даже дешевле воды. Франьо Туджман говорил с тогдашним госсекретарем США Мадлен Олбрэйт. В соответствии с европейскими ценностями вы должны помочь мне создать этнически чистое западное государство. Заручившись поддержкой не только США, но и Германии, Туджман в одностороннем порядке объявила прекращение миротворческой миссии ООН. В 95-м году в ходе операции «Молния», «Буря» при непосредственном участии Альянса и попустительстве «Голубых кассок» хорватская армия прорвала оборону сербской Крайны и в считанные дни захватила всю территорию. Милошевич отказался оказать военную помощь Крайне. В ходе наступления была проведена крупнейшая этническая чистка сербского населения республики. История повторялась. Впервые Крайна была присоединена к Великой Хорватии по решению Гитлера в 1941 году. Тогда из двух миллионов сербов было убито 500 тысяч. В этот раз сербам выжить на своей земле не удалось. Тех, кто оказал сопротивление или просто не успел покинуть страну, уничтожали. В ноябре 95-го года сербская Крайна перестала существовать. Войну в Боснии и Герцеговине называли самой жестокой войной в Европе со времен Второй мировой. Здесь все проблемы многонациональной страны, а главное, международного участия в ее расчленении проявились с наибольшей остротой. Хорваты, сербы и босницы, то есть все славяне, в принципе, все от одного корня пошли, но они носители разных религий. А при определении идентичности религия играет достаточно серьезную роль. Даже если человек не верит, а просто относится к культуре определенной религиозной, он уже может себя определять по этому принципу, кто он. Политическим лидером республики стал доктор теологии Али Изидбегович. Он давно мечтал о собственной исторической миссии. Еще в 70-м году написал Исламскую декларацию, где подчеркивал, не может быть мира ни сосуществования между исламским и неисламским вероисповеданием. Босния-Герцеговина оказалась в специфическом таком сочетании. И она-то объединялась с Хорватией против сербов, таким образом, тоже, надеясь, рассчитывая на западный фактор. С другой же стороны, это первое мусульманское государство в Европе. 12 мая 1992 года Скупчина приняла решение о создании армии Республики Сербской под командованием генерала Радко Младича. Весной 1992-го Изидбегович проводит референдум о независимости всей Боснии и Герцеговины. Сербы его бойкотируют. Они не хотят выходить из состава Югославии. Они заявили о неподчинении новому правительству. Движение неприсоединения возглавил поэт и врач Радован Караджич. Не все боснийские мусульмане поддержали Боснию и Герцеговину. То есть часть из них, причем немаленькая часть, была настроена просербски. То есть они мусульманам были формально по факту рождения, а на самом деле они были такими нормальными советскими атеистами. Несмотря на это, уже в апреле США и Европейский Союз поспешили признать независимость Боснии и Герцеговины. А в мае ее спешно принимают в ООН. Сербы поняли, что они приговорены. В марте 1992 года в Боснии и Герцеговине начались военные столкновения, которые спровоцировали гражданскую войну. Война началась убийством отца-невесты на сербской свадьбе в центре Сараева. Война началась убийствами сербов в различных местах в Боснии. Сербы не начинали никакую войну и никакие столкновения. Из речи Слободана Милошевича. Первое крупное столкновение произошло в Сараево. Подлежащие выводу части Югославской народной армии были блокированы силами территориальной обороны Боснии и Герцеговины и подвергнуты неспровоцированному минометному обстрелу. 28 мая армия Младича ответила артиллерийским обстрелам мусульманских кварталов. Вскоре она контролировала уже 70% территории. Ответственность за обстрел Сараева была возложена на Союзную Республику Югославию, кстати, так и не признанную ООН. 30 мая 1992 года Совет Безопасности ООН принял решение о санкциях против Сербии и Черногории. Когда со стороны кто-то раздувает пожар, кто-то настраивает один народ на то, чтобы он правил всей территорией, создавал исламистское государство, то, конечно, с этим не могли согласиться ни сербы, ни хорваты. Война шла всех против всех. Мусульмане-боснийцы, хорваты, сербы. Состав миротворческих сил был увеличен до 35 тысяч. Блок НАТО фактически начал войну боснийских сербов. В постнике Радзаковине шла жестокая и безжалостная война гражданская между двумя национальными группами. И воевали так, как воюют армии, а воюют так, как воюют кровники. То есть воюют все. Против всех. И там нет разделения на женщин, детей, стариков. Если ты уже хорват попал к сербам, или серб попал к хорватам, все, не имеет значения пол, возраст, не имеет значения национальности, расповедание. Мировое сообщество продолжало свою политику, ввело экономическую блокаду. Прежде всего она была направлена против сербов. Под давлением извне в августе 1994 года Югославия закрыла свою границу с Сербской Республикой и допустила на свою территорию международных наблюдателей для контроля границы. Основные заводы по производству, например, автоматического оружия, они остались в Сербии. То есть в центральной Сербии. И поэтому мусульманское население, оно практически осталось без вооружения. Поэтому вооружение поступало через мусульман, через арабов в частности. Очень большое количество было именно арабских наемников. Но также встречались и иранские наемники, и афганские, и пакистанские. В армии Изидбеговича к этому времени было около 20 тысяч наемников из мусульманских стран. Солдаты Удачи из европейских стран воевали на стороне хорватов. Славянские и другие добровольцы в армии Младича. Формировались роты и даже батальоны из православных добровольцев. В основном русские, украинцы, белорусы. Были казацкие батальоны казаков. В частности, могилы. Очень много могил осталось после конфликта и под Белградом, и под Сараево. С русскими именами. Мировая общественность неуклонно загоняла в угол Сербию и Милошевича. Помощи ждать было неоткуда. Да, Россия практически не помогла. И Югославы, сербы, они обижены до сих пор на Россию, потому что рассчитывали на помощь. Но давайте вспомним, что происходило в это время в России в самом деле. После развала СССР это была уже не та сила. Ранее Горбачев, а потом и Ельцин фактически контролировались Западом. Этого не могли и не хотели понимать простые сербы. Тем сильнее впоследствии оказалось разочарование. Россия на тот момент был серьезный развал армии. Само государство развалилось. По сути дела в этот момент. И о российском вмешательстве говорить не приходится. Сербы не сдавались. Младич воевал отчаянно. А Караджич приобрел такую популярность, что стал угрозой для авторитета Милошевича. Осенью 1995 года правительство Боснии и Герцеговины впервые за время войны согласилось признать автономию сербской общины на 49% своей территории. В свою очередь Сербия и Хорватия признали Боснию и Герцеговину. Переговоры заложили пазу для соглашения между этими тремя политическими силами по вопросу об окончательных границах спорных территорий. Но военные действия не прекратились. Ход войны решили натовские бомбардировки. 14 декабря 1995 года в Париже лидером боснийских мусульман Альей Изетбеговичем, президентом Югославии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом был подписан мирный договор. Согласованный на военной базе США в Дейтоне, он получил название Дейтонских соглашений. К моменту заключения Дейтонского соглашения в Сараево проживало около 150 тысяч сербов. После передачи Сараева мусульманской хорватской федерации их осталось около 13 тысяч. Вкупе с сербской крайней это и было образцом решения конфликта на Балканах по-натовски. Сейчас, кстати, мы думаем, что там сейчас хорошо и тихо. Там нехорошо и не тихо. Там произошло просто замирение. Там все внутри продолжает бурлить. Я уже говорил, скажу еще раз, что на Балканах никогда нельзя сказать, когда все начнется и когда все закончится. Одним из свидетелей истории стал житель Сараева известный югославский режиссер Эмир Кустурица. Его родители были мусульмане. Предки Кустурицы, как и большинство, приняли ислам во время турецкого владычества. Исконно они были сербы и помнили об этом, как обычно помнят на Балканах историю рода. Во время войны дом режиссеров Сараева был разрушен. Отец Мурат Кустурица вскоре после этого скончался от сердечного приступа. Семья нашла убежище в Черногории. И режиссер принял православие. Как он говорил, вернулся к истокам. Кустурица выступал вместе с другими на демонстрациях против отделений Косова от Сербии, на свои деньги построил церковь и снимал кино. Он показывает Балканы такими, какие они есть, без всяких идеологических прикрас. Возможно, это не нравится даже самим сербам, которые часто в этих фильмах выглядят очень комично. Но, тем не менее, эти фильмы показывают, что сербы – это отнюдь не кровожадный народ, каким его пытаются выставить в голливудских фильмах. Другой известный серб-литератор Мила Рапавич написал, «Сербы – самый талантливый и самый глупый народ на свете. Они не могут просчитать ни свою пользу, ни свои убытки». Сегодня на территории Боснии и Герцеговины образован союз двух субъектов – Босняцкой Хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Над ними – центральное правительство и коллегиальное президентство. Но, по сути дела, это союз обособленных структур. Федерация и республика имеют собственных президентов, свои правительства, парламенты, полицию и армию. Более 400 тысяч беженцев так и не смогли вернуться к родным очагам. В Боснии почти полностью ликвидированы все социальные гарантии населения. Экономика находится на грани банкротства, а коррупция поразила все органы государственной власти. Такой мир в Боснии обошелся донором, по самым скромным оценкам, 5 миллиардов долларов. 27 апреля 1992 года остатки Югославии, Сербии и Черногории объединились в Союзную Республику Югославию. Здесь обошлось без национальной дискриминации, и это была последняя попытка сохранить союз братских славянских государств. Православные сербы так и оставались бельмом на глазу нового мирового порядка. А значит, для Запада война была не окончена. 19-летний Гаврила Принц покупал сэндвич в лавке мясных деликатесов. Сквозь витрину было хорошо видно, как на улице Франца Иосифа медленно разворачивался автомобиль герцога Фердинанда, наследника австро-венгерского престола. Машина заехала на тротуар и притормозила. Гаврила уже стоял рядом. На то, чтобы выхватить из кармана пистолеты, выстрелить ушли секунды. Герцог и его жена София получили смертельное ранение. От этого выстрела на улице Сараева Европа разразилась Первой мировой войной. Организация «Церна рука», «Черная рука», в которую входил Гаврила Принц, стремилась к созданию объединений южных славян. Как ни странно, выстрел сербского террориста достиг своей цели. Именно после Первой мировой войны распада Австро-Венгерской империи и было создано Королевство сербов, хорватов и славянцев в 1918 году. Спустя 10 лет оно стало называться Королевство Югославия. В его состав входили 6 сегодня независимых государств. Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Распад Австро-Венгерской империи – это была большая трагедия для народов, которые населяли эту империю. Этот распад можно сравнить с распадом Советского Союза. И для того, чтобы не пропасть поодиночке, хорваты, сербы и черногорцы были вынуждены объединиться и объединялись, естественно, вокруг сильного центра. Такой центр была Сербия. Только Сербия обладала всем государственным суверенитетом, полномочиями, она была признана. У нее была своя армия, которая достаточно серьезно и эффективно воевала. То есть они рассчитывали на то, что Сербия вытянет их из этого безвремения, и путем создания единого государства удастся решить многие проблемы в своих странах. Однако этническая близость оказалась слабым цементом для государственного устройства. Королевства сотрясали межнациональные конфликты, и действия власти их усугубляли. В марте 1941 года правительство принца Павла присоединилось к Берлинскому пакту, став союзницей Гитлера. Гитлер с удовольствием подписал договор с югославским правительством о вхождении Югославии в Тройственный Союз. То есть Гитлеру нужно было обезопасить румынские месторождения нефти. Для этого нужно было нанести удар по Греции, потому что на греческую территорию прибывали английские войска. От английских аэродромов во Фракии в Греции до Плеешти 500 километров. Радиот действия среднего бомбардировщика. Прикрыть эти месторождения и эту планету. Тут же в Белграде произошел военный переворот. На престол возвели малолетнего принца и аннулировали соглашение. Ответ вермахта не заставил себя ждать. 6 апреля 1941 года с массированной бомбардировки Белграда началась так называемая Апрельская война. 11 апреля на Югославию напали венгры. Затем к ней присоединились и другие союзники фюрера – итальянцы и болгары. Но народ, он не хотел быть с Гитлером. Но воевать с Гитлером он тоже не хотел. Если, ну, хорватские дивизии, там, славянские разбежались, это понятно. Эти, в принципе, не считали такой страны своим. Но сербские дивизии, они тоже разбежались. То есть, ожесточенной битвы, там, за Белград не было вообще. Королевство было расчленено на несколько регионов, и каждый отдан во владение одной из стран гитлеровской коалиции. 4 мая 1941 года Гитлер заявил, Югославия как государство не существует. Зато было создано независимое хорватское государство, где у власти стояли радикальные националисты, усташи. Но тот факт, что вот этот приход к власти будет сопровождаться, и вообще деятельность этой организации будет сопровождаться такими этническими чистками, такими, ну, в общем-то, случаями геноцида сербского населения. Причем трагизм ситуации был в том, что вот это был не просто геноцид против сербов. Дело в том, что это был геноцид против той части населения, с которыми хорваты бок о бок жили несколько веков. Их зверство в отношении сербов ужасали даже гитлеровцу. Хорваты-мустоши, мустоши, которые отставили свое независимое хорватское государство, и при этом не считали возможным пребывание других наций на своей территории. Кровь там лилась рекой, сербы побивали с безжалостностью, совершили среди дневеков. Бывшие сограждане уничтожали друг друга, но сербы не хотели умирать и начали партизанскую войну. Население оккупированной территории Югославии имело такие достаточно серьезные традиции оказывания вооруженного сопротивления, в том числе путем партизанской войны. Практически вся история обретения независимости Сербии, Черногории показывает, что это население, которое привыкло постоянно воевать. На начальном этапе реальное сопротивление оказывали сторонники короля, сербы-четники, но когда СССР стал давать отпор Германии, активизировались коммунисты. Лидер коммунистического партизанского движения Иосиф Бростита выступил с лозунгом за объединение народов Югославии. Мы разные, но сегодня у нас один враг – немецкий нацизм. Его поддержало большинство. Коммунизм, коммунистические партии там были в подполье, поэтому они умели и знали, как это делается. То есть с ними поступали так же, как поступала королевская полиция Александра. Так же самое, то есть их ловили и вешали. Поэтому они умели и знали, как бороться в подполье, другие не умели. Поэтому очень быстро, буквально в течение двух-трех месяцев, из этих ячеек, существовавших еще до советского вторжения, прозвали зародыши будущих партизанских бригад и дивизий. Гитлер назначил награду за голову Тита 100 тысяч рейхсмарок золотом. Однажды немецкие войска почти поймали маршала. Партизанское объединение, где он находился, было взято в плотное кольцо окружения. У всех немецких солдат листовки с портретом Тита. Маршала буквально выхватил из ловушки советский военный самолет. Площадка для посадки самолетов там была. Там чуть-чуть около 400 метров. То есть для того, чтобы сесть еще можно было, а взлететь уже никак с грузом. Но туда были посланы шесть или несколько экипажей, шесть, по-моему, шесть или девять экипажей, которые были филигранные мастера посадок до партизанских площадок. На советские. Вот они умудрились сесть и взлететь. В ноябре 1943 года Тита уже глава народного правительства Югославии. За ним мощная сила, Советский Союз, который медленно, но верно идет к победе. Тита при встрече лично поблагодарил Сталина за спасение. Это случилось уже в сентябре 1944 года, когда лидер югославских партизан приехал в Москву просить о военной помощи и о поставках вооружений. Помощь оказалась неожиданно щедрой. Москва сделала ставку на Тита. Тита – любопытный человек. Во-первых, это был очень сильный. Очень сильный характером, сильный своим стремлением властвовать и подчинять. Это был лидер. В принципе, после военной Югославии – это создание его рук. Полностью, сто процентов, потому что, как бы мы не говорили про соглашение Тита-Шубашич, все равно после военной Югославии – это Югославия-Тита. Биография Иосипа Брос-Тита полна белых пятен и вопросов. Источник знаменитого псевдонима он, как и обещал, унес с собой в могилу, как и точное сведение о собственном происхождении. Официальная версия – Иозе Брозе. Родился в бедной крестьянской семье в хорватском селе Кумровец. Был седьмым из пятнадцати рожденных детей и последним выжившим. В 1913 году Брозе служил унтер-офицером в разведроде австро-венгерской армии. Как выяснилось позже, принимал участие в боях против сербов. Кстати, этот факт в его биографию не вошел. Во время Первой мировой Тита был ранен и попал в плен в Россию, где его и застал Октябрьский переворот. Он воевал в рядах Красной гвардии, Вернувшись в Загреб, в 1920 году Иозе Брозе занимался революционной борьбой, за что пять лет провел в тюрьме. В это время от него ушла Пелагея Белоусова, первая жена, с которой Тита обручился в России. Она увезла с собой сына Жарку. Ребенка в Ленинграде сдала в детдом. Лишь спустя много лет Сталин позволит маршалу забрать сына к себе. Карьерный рост коммуниста Иозе Брозе начинается после работы в Комментарне в Москве в середине 30-х. Эта организация была своеобразной партизанской академией для иностранных коммунистов. И менее чем через 10 лет Иосиф Тита уже на равных общается с вождем коммунистов всего мира – Иосифом Сталином. Второй раз Иосиф Броз Тита прибыл в Москву 11 апреля 1945 года для подписания договора о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве. В Югославию направляются гражданские и военные специалисты из СССР. В советских военных академиях и училищах появляются югославские слушатели и курсанты. Они тогда и предположить не могли, что на родине вскоре будут арестованы и отправлены в концлагерь на Голый остров, как пособники сталинизма. Социалистическая федеративная республика Югославия. Республики здесь обладали реальной степенью свободы. А вот границы федерации Тита провел своеобразно. Практически все побережье Адриатики было отдано Хорватии, откуда он родом. Традиционные сербские земли включены в состав других республик. Больше всего их в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Это была бомба замедленного действия. Титу как коммунист, то есть интернационалист прежде всего, но и Хорват по своим позициям и убеждениям, он не позволял именно сербам стать более значимым, чем он считал позволительно, фактором в политике. То есть сербы пугали его тем, что он и его идеологи называли великосербским сувенезмом, и гегемонезмом. Да здравствует великий Советский Союз! Да здравствует великая непобедима Красная Армия и гениальный вождь, господин маршал Советского Союза Сталин! Смерть фашизму, свободы народу! В 45-м году Тита в числе победителей мировой войны. Он был уверен, что в деле же лакомых кусочков чужих территорий и ему будет чем поживиться. В мае 1945 года Англия и США в ультимативной форме потребовали, чтобы югославская армия покинула ряд освобожденных ею районов Австрии. Тита отказался. За Югославию заступилась Москва и отдала ей часть австрийской территории, занятую советскими войсками. Но в отношении Истрии, Славянского приморья и Триеста, входящих до войны в состав Италии, Тита занял неожиданно жесткую позицию. Возможно, он вспомнил, как 40 лет назад бродил по Триесту оборванным гастарбайтером и восхищался городом. Сегодня он маршал, руководитель независимой страны, одной из победительниц недавней войны. Он на коне и решает, где будут проходить границы его владений. Или ему кажется, что он решает. Такие переговоры Тита мог вести только при том, что Советский Союз на Балканах поддерживает создание этого государства. Но до определенного предела. Дело в том, что тогда же руководство НАЮ вынашивало идею еще более широкой федерации. Они даже говорили о возможности создания славянского федеративного государства Югославия плюс Болгария. И вот это уже никак Советскому Союзу, например, нравиться не могло. Баланс сил в тот момент был весьма неустойчив и своими действиями поставил мир на грань нового конфликта. Причем не только политического. Еще была Грекобритания, еще были Соединенные Штаты. И, в общем-то, Сталин... Мы часто иногда представляем, что Советский Союз имел безграничные возможности. Даже на момент 1945 года. Это не так. Советский Союз, в общем-то, имел ограниченные возможности. И я думаю, что Тита понимал, что... Ну, не допустят британцы, не допустят американцы ситуацию, при которой Югославия, вся полностью Балканы, которые выходят к стратегически важным регионам мира, Ближний Восток, Средиземное море, что вот эта страна будет поставлена под такой же достаточно, ну, жесткий политический контроль, как, допустим, ПНР, или, допустим, как Болгария. Сталин использовал все дипломатические ходы, чтобы избежать военного конфликта с союзниками. Триестский кризис разрешился мирно, хотя и не совсем так, как планировал Тита. Западная часть спорных территорий и сам город Триест отошли под контроль союзников, а восточная часть области Югославии. Благодаря этому, много лет спустя, независимое Словение будет иметь выход к морю. Вечер на даче в Кунцево подходил к концу, и вдруг растроганный Сталин, обращаясь к Тита, громко сказал, «Береги себя, ибо я не буду долго жить. Физические законы. А ты останешься для Европы». Присутствующие встретили это заявление гробовым молчанием. Фактически Сталин объявил своего преемника по руководству социалистическим лагерем. В той и другой стране сложились политические системы, которые, в общем-то, были схожи. Тождества не было, но сходство было, и сходство все-таки заметное. И естественно, что Иосиф Бросс Тита, он был лидер авторитарного типа, достаточно жесткий лидер. И, в общем-то, сами политические традиции, югославские, да, они, в общем-то, поощряли такой тип лидера, можно так сказать. Это была третья и последняя встреча Иосифа Сталина и Иосифа Тита. Шел июнь 1946 года. А в январе 1948 года Тита не поехал в Москву, сославшись на болезнь. На самом деле он побоялся, что не вернется. В этом же году произошел разрыв отношений между СССР и СФРЮ. Формальным поводом стало соглашение между Югославией и Албанией, по которому в Албанию вошли части югославской армии. Соглашение было заключено за спиной у Москвы. Тита вел себя слишком независимо. Слишком много проблем создавал. Напряжение нарастало. Из Югославии отозвали всех советских военных и гражданских советников под предлогом того, что они окружены недружелюбием. Тита не верил в полный разрыв отношений. Он написал сдержанное письмо в Москву, доказывая, что недружественного поведения нет. Ответ был неожиданно резан. Критиковали стили руководства и работы КПЮ. Говорило, что Тита и его сторонники отказались от классовой борьбы, допустили широкое развитие капиталистических элементов в городе и деревне. Через четыре дня Сталин довел содержание своего письма до сведения руководителей других компартий, входивших в Коминформ. Советскую сторону приняли болгары, венгры, поляки, румыны, чехословацкая, итальянская и французская компартии. 1848 год, июнь 1848 года. Это дата черная во взаимоотношениях Советского Союза с Югославией. Трудно сказать, для кого она была чернее, но страдала и одна, и другая стороны. Невероятные репрессии обрушились на всех, кто каким-то образом был причастен к Советскому Союзу или даже России. В частности, была белая миграция, которая еще сохранялась там, и, собственно говоря, это люди, которые бежали от Советов и нашли приют там, в Сербии. Им всем практически поголовно было предложено 48 часов оставить Югославию. Убираться просто. Тита созвал пленум ЦК Компартии Югославии и на нем получил безоговорочную поддержку своей политики. Иного и быть не могло. Те, кто пытался возражать, наказывались жестко и быстро. Методы борьбы с инакомыслящими югославский вождь принял от Москвы. Югославы, учившиеся и работавшие в Советском Союзе, автоматически приобрели ярлык «информбюровцев», другими словами, врагов Тита. Репрессиям подвергались даже те из коммунистов, кто был женат на русских женщинах. Многих отправляли в тюрьмы. Вчерашние союзники стали врагами. На югославских границах с Венгрией, Румынией и Болгарией участились пограничные инциденты. Этот процесс сопровождался войной нервов, в ходе которой открыто обсуждалась возможность партизанской войны против клики Тита и призыв к смене руководства СФРЮ. Тита решил идти в Абанк. Угроза военного вторжения в СФРЮ привела к подписанию в 1951 году договора между Югославией и США об оказании американской военной помощи. Шестой американский флот вошел в Средиземное море, и Тита на авианосце совершил осмотр своих портовых сооружений. Вооруженные силы Югославии увеличились почти вдвое за несколько лет. Американцы уже в этот период серьезно втянулись в югославские дела. И в целом дотации за 50-е годы, до 60-х годов, составили около 600 миллионов долларов в экономику Югославии. Американские только дотации. Это были серьезные деньги на сегодняшний день, если смотреть. И они, так сказать, уже в Югославии не могла так просто отказаться от западного вектора. НАТО НАТО, поддерживая независимое государство, создавало свой плацдарм для удара по странам Варшавского договора. В этот период до вооруженного противостояния дело не дошло. Зато западные службы, пользуясь политикой Тита, развивали агентурную сеть. Вели кропотливую работу, которую можно назвать антисоветской. И они верили, что время пожинать плоды придет. Но Тита так и не дал шанса. Он выгодно использовал свое политическое положение и лавировал между Западом и Востоком, получая выгоду с обеих сторон. У Сталина оставался еще один вариант — физическая ликвидация. Такая операция готовилась на самом высоком уровне и курировалась Берией. Главная роль в ней отводилась советскому агенту-террористу Григулевичу, который принимал участие в ликвидации Троцкого. Благодаря своему положению он получил прямой доступ к Тита. Планировалось несколько вариантов. Например, Григулевич вручит Тита дорогой подарок футляре. А когда тот откроет его, будет отравлен спорами сибирской язвы. Планы ликвидации Тита были нарушены смертью Сталина. Югославские проблемы отодвинулись на второй план. Новое советское руководство стремилось демонстрировать отличие своей политики от того, что делал вождь народов. Никиту Хрущев лично отправился на переговоры к Брос Тита и прожил месяц в его шикарной загородной резиденции на Брионе. Хрущев был впечатлен роскошью дворцов, в которых жил Тита. Она так отличалась от аскетики сталинских апартаментов. Тита любил пустить пыли в глаза, любил роскошь и красивые вещи. И с удовольствием показывал это звездам, президентам, королям. И на их фоне он выглядел вполне своим. Тита уже оценил выгодность своего положения. Став лидером движения «Неприсоединение», он строил югославский социализм, попросту смешанную систему. Югославский социализм интересен тем, что Тита и коммунисты отказались от идеи тотальной национализации, от идеи создания социализма по советскому образцу. То есть, раз, во-вторых, они, в общем-то, всегда утверждали, что они сторонники некой децентрализации, что ли, даже в управлении государственной социализации. Крупная промышленность и инфраструктура принадлежали государству. Все мелкое – частникам. Не проводилась коллективизация, на госзаводах действовало рабочее самоуправление. Уволить рабочего было невозможно. С югославскими паспортами можно было беспрепятственно путешествовать по Европе. Народ жил достаточно благополучно. Достаточно благополучно. Уровень в жизни сравнивался с многими западноевропейскими странами. Ну а плюс, что называется, не будем иронизировать, завоевание социализма тоже что-то знать. Что знали о Югославии советские граждане? В специализированном магазине «Белград» они видели отличные товары. Выезжающие в Югославию на отдых или по работе, а в основном это были руководители, артисты или передовики, были завалены заказами. Привозили магнитофоны, радиоприемники, обувь и даже колготки. О том, почему их не было в СССР и почему они были в социалистической Югославии, никто почти не задумывался. Никто не задумывался и в самой Югославии, чем оплачено это благополучие. Беспроцентные кредиты, финансовая помощь Запада и Советского Союза не могла быть бесконечной и не была бескорыстной. Руководство страны экономическую систему современную не строило. Она консервировала то, что было. И вот эта консервация отсталых экономических отношений, в которой были элементы социалистические и элементы капиталистические, с большой социальной нагрузкой на бюджет, они привели в конце концов к глубокому кризису. Кончина президента Социалистической Федеративной Республики Югославии, председателя Союза Коммунистов Югославии, глубокой болью отозвалась в сердцах граждан страны и народов других государств. 4 мая 1980 года, незадолго до своего 88-летия, Тита умер. Уходя, он словно бросил вызов. «Я удерживал эту страну почти 40 лет. Попробуйте и вы». После его смерти Югославия просуществовала еще 11 лет, но уже трещала по швам. Мины, заложенные западными политиками и спецслужбами, стали рваться одна за другой. И вскоре Югославия оказалась разорвана в клочья. Автономный край Космет в Сербии — это земля Косово и Метохия. Здесь самая большая концентрация культурно-исторических памятников в Европе. На маленьком клочке живописной земли находилось более 1800 храмов и монастырей, 200 из которых древние XIV века. Туда и пришелся удар союзной силы. Так называлась операция НАТО. Впрочем, было еще одно показательное название — «Милосердный ангел». С 22 этажа «Милосердный ангел» С 22 этажа «Милосердный ангел» С 24 марта по 10 июня 1999 года продолжались натовские бомбардировки Союзной Республики Югославия. Сброшено свыше 79 тысяч тонн взрывчатых веществ, включая кассетные, термовизуальные и графитные бомбы, которые запрещены международными конвенциями. Бомбы с объединенным радиоактивным ураном. Окончательный размер ущерба промышленным, транспортным и гражданским объектам измерялся суммой до 100 миллиардов долларов. Во время операции Альянса «Милосердный ангел» солдаты сбрасывали на Белград бомбы с надписью «Счастливой Пасхи». Это была война нового времени. Против культуры, против веры, против действительно независимого народа Европы. Участие Америки в этом конфликте заключается в том, чтобы в конце концов эффективно поставить, так сказать, жирную точку, показать всему миру, сербскому руководству, европейскому руководству, российскому руководству, что Америка – это главная сила, от которой зависит развитие всех политических процессов. И поэтому полумерами они здесь не ограничились. Чтобы придать бомбежкам видимость законности, в западных СМИ муссировалась информация о страданиях албанского народа от сербского геноцида. За несколько месяцев в одной только «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано около 80 статей, где говорилось о массовых расправах над албанцами. Причем все были основаны только на показаниях так называемых «очевидцев» и ни одного документального свидетельства. Представитель Госдепартамента США на пресс-конференции в марте 1999 года заявлял, что НАТО не нуждается в доказательстве того, что сербы проводят политику геноцида, поскольку ясно, что совершаются преступления против человечества. Сербы были выбраны на роль самого главного врага и агрессора по причине того, что они оказались с точки зрения, опять же, такого эталона представления о враге, больше подходящим под врага. После войны эксперты долго искали многотысячные захоронения мирных албанцев, но даже свезенные в кучу тела боевиков армии освобождения никого не могли убедить в небывалых жестокостях сербов. И вот гуманитарная интервенция НАТО и ввод миротворческих сил КФОР развязали руки экстремистам, которые начали вытеснять коренных жителей из региона. Когда стало большинство, они решили, что жить нужно по их законам. Хотя, опять же, албанцы, они не земледелицы, они не скаталбуды, они торговцы. А торговля в нынешней Европе для них оставила только одну нишу – наркотики. Албанцы стали захватывать дома и собственность сербов. Делалось это угрозами расправы, махинациями. То, что захватить не удалось, уничтожали. Новая великая Албания строилась на грабеже и крови. Если говорить о современном албанском обществе, то они сохраняют свою родоплеменную структуру. Это что-то похожее на народы Северного Кавказа в России. То есть есть тейпы, роды и вся возня за политическую власть, она практически происходит не между партиями, а между представителями разных родов клам. Великую Албанию планировали создать Гитлер и Муссолини. Во время Второй мировой из Метохии и Косово было изгнано и убито около 400 тысяч жителей этого края. Такого сербы не переживали со времен Османского ига. Однако даже после победы в войне сербы не смогли вернуться на исконные земли. Маршал Тита, планируя создать Балканскую Федерацию, думал присоединить Албанию к Югославии в качестве еще одной республики. И ради этого готов был отдать албанцам Косово, а потому запретил сербским беженцам возвращаться в край. Договор с тираной не состоялся, зато в Косово хлынули потоки албанских беженцев. Это привело к тому, что в 70-х годах, к концу 70-х годов, в Косово начало преобладать мусульманское население. Сербы постепенно покидали этот край. Еще при Тита начались первые выступления албанцев с требованием Косово-республика. Но маршал быстро подавил мятеж. В 1974 году край получил автономию, но экономическая отсталость Косово была налицо. Там процветала безработица. В общем-то, было очень много криминальных элементов и так далее. Уровень жизни в разы отличался от уровня жизни в Хорватии, Словении, той же Центральной Сербии. И это не могло не привести к социальной напряженности. Несмотря на широкие права Косовской автономии, албанские лидеры требовали большего. А Тита уже не было. В 1981 году прошли массовые манифестации, переросшие в антисербские восстания с десятками раненых. Число преступлений против сербского меньшинства увеличивалось с каждым месяцем. Отравлялись колодцы, сжигались урожаи, осквернялись церкви. Сербов убивали. Теперь уже они заговорили о своих правах. Это общество еще во времена Югославии, особенно уже в конце 80-х, в 90-е, тем более, было построено на том, что если в семье растет 8 детей, шестеро из них отправляют в Западную Европу торговать наркотиками, и они присылают средства, вырученные от продажи наркотических средств на родину. В принципе, этим Косово живет и до сих пор. Слободан Милошевич. Родился 20 августа 1941 года в сербском городе Пожаревоц. Окончил юридический факультет Белградского университета. Занимал управленческие должности на крупнейших предприятиях Югославии. Был председателем правления Белградского банка. В 1997 году избран президентом Югославии. Выступал за сохранение целостности страны. В 2000 году на посту президента его сменил Ваислав Каштуница. В ночь с 31 марта на 1 апреля 2001 года Милошевича арестовывают и передают в руки Гаагского трибунала. Он умирает в тюрьме спустя 5 лет. Судебный процесс так и не был завершен. Белград усилил полицейский контроль и отменил автономный статус края. В ответ сепаратисты начали готовиться к войне, стали появляться вооруженные ячейки, которые объединились в армию освобождения Косово. Помощь им шла через неохраняемую границу с Албанией, а свои действия они координировали с западными спецслужбами. За год до вторжения НАТО на землю Косово, УЧК, то есть армия освобождения Косово, она очистилась в списке террористических организаций госдепа Соединенных Штатов Америки. То есть, как бы бывшие террористы в мгновение ока превратились в лучших друзей американцев на Балкан. Генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана дает отмашку на начало операции 24 марта 1999 года. Бомбежки начались по объектам ПВО, потом по военным объектам в Косово и Приждине. Это вызвало колоссальный поток беженцев. И вот уже высокоточные ракеты летят в заводы, мосты, школы, больницы, поезда с пассажирами и китайское посольство. А сербы вместо паники и слезных просьб к сильным мира сего одевают майки с нарисованными мишенями и выходят на площади. Было видно, что, к примеру, если будут бомбардировки точечные проводиться без массированного применения авиации, то они цели не достигнут. И была такая тактика. Бомбили мусульманские города для того, чтобы организовать, для того, чтобы ускорить поток беженцев, чтобы доказать, что это сербы преследуют мусульман, создать вот эту вот критическую массу, которая бежит из Косово, показать всему миру. И дальше, для того, чтобы вернуть этих беженцев обратно, нужно разобраться с сербами. Вот это было сделано. Празднуя десятилетие бомбежек Югославии, премьер-министр Косовского края Хашим Тачи по прозвищу «Змей» заявил, что начало натовской операции стало великим историческим событием и открыло новую главу в новейшей истории Косово – главу о свободе и утверждении демократических прав. История свободы по-косовски, вернее, по-натовски, началась с убийств, похищения людей и разрушения храмов. Продолжается торговля человеческими органами, наркотиками и оружием. И это новейшая история Европы. Сейчас албанский наркотрафик – это один из основных наркотрафиков Европы. Потому что люди ничего другого не умеют. Им плевать на чужие беды и горести. Для них вся Европа чужая. Вся Европа для них чужая. Хотя, в принципе, по крови они европейцы или рийцы, но они по духу враждебны. Тем более, они враждебны славянам. Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года. После того, как представители армии СРЮ и НАТО подписали военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Югославии. В тот же день Совет Безопасности ООН приняло резолюцию номер 1244 о вводе в Косово и Метохию международных сил военного миротворческого контингента КФОР. Только за время, то есть за 10 лет существования оккупации уничтожено около 150. Называлась цифра 147-148 храмов, уничтоженных только за это время, когда уже контролирует и отвечает за все КФОР. Силы КФОР, а это 37 тысяч военнослужащих из армии, 36 стран мира. Солдатам сказали, что они идут защищать мирное население от жестоких националистов, и они арестовывали сербов по первому доносу. А на то, что творят албанцы, смотрели сквозь пальцы. Позже многие из них изменили свое отношение к событиям в крае. Город Урашевац был домом средневековых сербских королей. До ввода миротворцев тут не было национальных конфликтов. Хотя жили и сербы, и албанцы, и цыгане. Но уже в середине июля начались поджоги домов, похищения людей, показательные убийства. Жители окраин бежали в центр города. Около 10 тысяч человек согнали на площадь за колючую проволоку ради их безопасности. И они всю ночь слышали, как боевики грабят и жгут их дома. Утром кто мог, уехал на машинах, куда глаза глядят. Более тысячи оставшихся прожили на площади, на голом асфальте, под палящим солнцем, без удобств целую неделю. Пока миротворцы, что находились рядом, не вывезли их в лагеря беженцев. Впрочем, снова за колючую проволоку. О компенсации разграбленного речи не идет до сих пор. На тех землях, где сербово сделали виноград, сливы и пшеницу, албанцы строят дома. То есть, и это, ну, сейчас Приштина, это, по большому счету, очень большой Багдад. То есть, населенный пункт без канализации, без централизованного водоснабжения, без централизованного электроснабжения. То есть, существуют какие-то станции, они работают, все, но эти все растущие пригороды, они не запитываются на централизованные источники. Они живут сами по себе. Это, говорят, пришел Восток 18 века. Приштини есть проспект Клинтона. Здесь хорошо помнят, как Билл Клинтон и Мадлен Олбрейт навещали своих подопечных и ободряли их. Госсекретарь США в этой истории занимает особое место. Бомбардировки даже называли «войной Олбрейт». Она занимала крайне жесткую позицию в этом вопросе, хотя сербы пытались напомнить ей, как во время Второй мировой ее еврейскую девочку, дочку чешского посла, сербы в Белграде прятали от фашистов. Мадлен Олбрейт, первая женщина в должности государственного секретаря США, побыла на посту с 1997 по 2001 годы. Родилась в Праге 15 мая 1937 года. Отец находился на дипломатической службе, был послом Чехословакии в Югославии, поддерживала санкции против Ирака, сторонница жесткого курса США в международных отношениях, всемирной защиты интересов США, вплоть до применения военной силы, в частности, на Балканах. Война в Югославии, 99-го года, это американская война, понятное дело, вопросов нет. Это была война против евро и война против серпов. Ну, албанцы здесь были, на них не столько сделали ставку, сколько использовали их в качестве подсобных рабочих. Ну, условно говоря, когда происходит убийство, нужно кому-то расчленить трупы и закапывать его. Вот албанцев для этого использовали. Сами они не являются политической силой, реально действующей. Естественно, что они всегда держатся тех, кто сдаёт карты. За период с 10 июня 1999 по 27 февраля 2000 года число террористических нападений 4354. Из них 4121 на сербов и черногорцев, 96 на албанцев, лояльных к сербам, 137 на цыган, турок и других. Число пропавших без вести 821 человек, из которых 757 сербов, 37 албанцев, 27 других национальностей. Какие-то зверства в отношении сербов, они, если их рассматривают в Европе, в Европарламенте, в каких-то ещё инстанциях европейских, то их спускают на тормозах. Того же Насера Орича, который вырезал сербское население вокруг Сребреницы, 3000 человек, по сути, его освободили из Гааги. Карло Дель Понте, прокурор Гаагского трибунала, в своей книге «Охота. Я и военные преступники» рассказала, что нынешнее косовское руководство сделало состояние на торговле органами, изъятыми у похищенных сербов. Если бы о преступлениях албанцев стало известно, ни о какой независимости Косово не было бы и речи. Теперь говорит она. Если говорить об этой же теме, её снова пытались поднять в Евросоюзе европейские исследователи, по-моему, представители европейской миссии, но опять-таки этому делу это дело застопорилось, ему не дали ход. Карло Дель Понте, главный обвинитель Международного трибунала ООН по бывшей Югославии. Родилась в 1947 году в Швейцарии. Больше 20 лет проработала в системе швейцарской юстиции. Добилась успеха в борьбе с международной наркомафией. С 1994 по 1999 годы занимала пост федерального прокурора Швейцарской конфедерации. В августе 1999 года была утверждена ООН в должности прокурора Международного трибунала в Гааге. Сегодня посол Швейцарии в Аргентине. Международный трибунал здесь превратился в такую, как сейчас модно говорить, пиар-акцию. То есть это действительно был несправедливый суд, который пытался наказать всех виновников этнических чисто, которые происходили на Югославии. Это был способ, ну, скажем так, политически закрепить результаты распада Югославии и закрепить поражение, в общем-то, Сербии вот в этом процессе. В списке обвиняемых Гаагского трибунала 100 сербов и совокупный срок тюремного заключения по приговорам в отношении них составляет около 920 лет. Среди обвиняемых 9 албанцев, из которых четверо уже оправданы. Еще трое отпущены. Когда перед судом предстают бывшие полевые командиры, свидетели исчезают или отказываются от показаний. Сербские полицейские силы, они, в общем-то, при том, что, да, отдельный случай насилия, и это все было. Но в целом, в общем, изображать эту силу равной, ставить ее на один уровень, допустим, с теми же боевиками УЧК, которые, по сути, действительно проводили этнические чистки, в полном смысле этого слова, было бы неверно. Вот. И, естественно, что осуждать, опять же, сербов за это, ну, это значит просто осуждать нормальную государственную деятельность как таковую. В таком случае, ну, тогда надо смириться с тем, что вот если захотят жители Техаса присоединиться к Мексике, то, наверное, тогда тоже нельзя будет их удерживать в этом желании, уж тем более, как бы, применять силу, защищать границы, там, и так далее. Не бомбежками, так судилищем. Западу удалось-таки убрать Милошевича. Его смерть в застенках тюрьмы остается темной историей Гагского трибунала. Он отказался взять адвоката и сам доказывал свою невиновность. Причем весьма успешно. Но 11 марта 2006 года Слободан Милошевич был найден мертвым в тюремной камере. Меня обвинили с помощью суда, который они сами создали для этого насилия, поскольку я воспротивился их насилию и выступал за сохранение страны. Да, мне приходилось бывать на Косово десятки раз. И уже после оккупации Косово трижды там доводилось бывать. В том числе и дважды в девятом году, а это вот 620-летие Косовской битвы. У сербов есть национальный праздник Видаван. День памяти о том, как 28 июня 1389 года войска князя Лазаря на Косовом поле потерпели поражение в битве с турецким войском султана Мурата. По церковному преданию перед битвой Лазарю явился ангел и спросил, что он выбирает, царство земное или небесное. Он выбрал горний мир. В 1991 году именно 28 июня началась гражданская война в Югославии. Когда арестованного Милошевича отправляли в Гаагу, садясь в самолет, он обернулся. А ведь сегодня Видаван. Было 28 июня 2001 года. Позже по аналогичной схеме были проведены выборы в Черногории. Переговоры между властями Черногории и оппозиции об условиях проведения референдума шли с начала 2006 года. Референдум о независимости был проведен 21 мая. А население этой республики всего 620 тысяч человек. Из них около 485 тысяч получили право голоса. Явка избирателей превысила 86%. По результатам за независимость Черногории высказались 55,4% избирателей, принявших участие в голосовании. Судьбу страны решили полпроцента. Ну, вероятно, не лукавя, но пытаясь все-таки отвечать не за сербов и не присваивая себе пророческую функцию, мне хочется верить в то, что Бог им позволит. и сохранить Косово и позволит таки объединиться сербским территориям с сербским населением, имея в виду и республику сербскую в составе Боснии и Гирзаговины. Естественно, все на все воля Божья, а воля людская на настоящий момент, она явно против Божьей воли идет. И ясно против воли сербов. То прилагаются все силы, и будут далее прилагаться все силы, чтобы им этого не позволить. В 2008 году Косово провозгласило свою независимость. Первой страной, признавшей ее, был Афганистан. В тот же день к нему присоединились Коста-Рика, Албания, Франция, Турция, США, Великобритания. Сегодня Косово стало военным плацдармом США и постоянным фактором дестабилизации, который при необходимости можно пускать в ход, заставляя тем самым Брюссель подчиняться США. Американская база в Косово, Бонстил, она является не просто военной базой в обычном понимании. Это точка проецирования силы. Вот с этой точки идет проецирование силы на весь регион Балкан, то есть Южной Европы, вплоть до Северной Африки. Оставшиеся в Косово сербы живут в резервациях в железных боксах за колючей проволокой. А в регионе строится показательная демократия. Сейчас все отлично помнят в каждой деревне, где они жили раньше, кто убивал их родственников и кто им должен. Пока там существует государственная власть, это будет просто воспоминание. Но только государственная власть ослабевает, эти воспоминания превращаются в стимул для мести. Новый госсекретарь США, супруга любимого албанскими лидерами Клинтона, уже заверила бывших полевых командиров, что дело США на Балканах должно быть завершено. Надежда, что Косово снова будет сербским, остается. Потому что кто знает, что будет через 30-40 лет. 31 августа 2003 года в деревне Чернице сербский учитель Миамир Савич сидел с друзьями на улице у кафе. Террорист бросил бомбу в кафе и Миамир был рад. Американские солдаты не стали ловить террориста, а окружили раненого и запрещали людям приближаться к нему, чтобы оказать помощь. Он истек кровью в окружении миротворцев. Когда через два с половиной часа прибыл вертолет с базы Бондстил, чтобы отвезти учителя в госпиталь, серб был уже мертв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok